МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О культуре питья без похмелья, об одиночестве на Новый год. Так что, если у вас есть вопросы нашим героям, нашим гостям, психологу, наркологу и гастроэнтерологу, то смело звоните нам в студию и задавайте их. Наш телефон в студии прежний – 320066-321166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp-номеру. Напомню, его цифры – 8-411-232-0066. В преддверии наступающих праздников одним из наиболее популярных интернет-запросов становится подарок ребенку на Новый год. Сеть услужливо подсказывает многочисленные варианты, среди которых и наборы конфет. Их покупают в большом количестве своему ребенку, детям друзей, в детские сады и школы. А врачи, в свою очередь, пытаются остановить эту конфетную лавину. Но почему? На этот вопрос нам сегодня ответит врач-гастроэнтеролог, педиатр, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава нашей Республики Наталья Иннокентьева. Добрый день, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Ларина. Здравствуйте. Спасибо вас тоже. Можно ли дарить детям на Новый год сладкие подарки? Да, можно. Но? Но? Там есть очень большое но. То есть количество этих подарков. То есть не надо дарить ребенку полные пакеты сладостей, чтобы он кушал их целый месяц. То есть во всем должна быть норма. И если родитель сам выбирает подарок, если вы скидываетесь в саду, в школе, всегда есть возможность выбора. То есть не надо покупать, я всегда говорю, что не надо покупать всякие химические шоколадки, которые выведены в заводах, в специальных лабораториях, которые усилены вкусовыми вот этими добавками. То есть лучше выбирать натуральный шоколад. То есть российский шоколад, он славится во всем мире. Русский шоколад, он самый лучший. Выбирать российские шоколадки, проверенные европейские шоколадки. И всегда надо смотреть состав. То есть там не должно быть всяких стабилизаторов, ешек, как мы называем, там Е-125, вот эти вот все. Это все является стабилизаторами, они являются консервантами. То есть чем больше добавок написано на упаковке, тем дольше хранится этот шоколад, что выгодно производителю. И тем не натуральный, да? Да, но тем оно вредит здоровью вашего ребенка. Потому что чем больше ешек, тем больше вред несет этот шоколад. Поэтому в натуральных шоколадках, в российских шоколадках, в европейских, идет строгое ограничение этих ешек. То есть срок хранения этих шоколадок маленький. И они, так как они натуральные природного происхождения, то есть какао-бобы, они не так пагубно действуют на здоровье ребенка. А вообще чем опасно переедание сладкого? Повышением сахара крови. Что такое повышение сахара крови? Мы все знаем, что такое сахарный диабет. Сахарный диабет у нас делится. Есть сахарный диабет первого типа, но это как бы генетически детерминированное заболевание. Туда мы как бы, мы можем просто спровоцировать поедание избыточного количества шоколада. Болезни могут провоцировать. А есть еще такой тип диабета, второго типа называется. Это что ни на есть настоящий, вот сахарный, съеденный. Это такая болезнь, да? Съеденный со своим, самим человеком. То есть чем больше человек потребляет сладости, тем больше растет инсулин. Инсулин пытается, это как регулятор. Он говорит, он хватает эту глюкозу, молекулу глюкозы, и пытается заточить по клеточкам. Так, ты туда идешь, ты распределяет. Ты в печень идешь, ты в почки идешь. Так, а ты пошел в мышцы. Вот так вот распределяет. А если сахара очень много, он думает, так, куда мне его деть? Я не справляюсь. Ладно, накоплю-ка я в жир. Ну, на запас. Ну, а вдруг понадобится на какой-нибудь такой день. И распределяет его в жир, и туда, и в жир, жир, жир. И это приводит к детскому ожирению, что мы видим за последний год, два года пандемии практически закончилось, полтора года. Дети очень поправились, потому что они сидели дома, и от того, что им делать нечего, они не ходят в школу, они все время ели. И масштабы детского ожирения у нас в Якутске, они катастрофичны. То есть я вот каждый второй ребенок, который заходит на прием к доктору, мы с коллегами общаемся, доктор у нас избыточный вес после пандемии. Это очень большая проблема. И это все из-за сахара, из-за инсулина. Потому что чем больше в организме становится инсулина, тем человек не может контролировать свой аппетит. Он постоянно находится под воздействием вот этого злобного гормона. Он пытается, так, я хочу кушать, я хочу кушать, дай мне еду, дай мне еду. Это как зависимость. Это как зависимость, да. Вот как мы говорим про зависимость у взрослых, вот такая зависимость может формироваться и у ребенка. На сладкое. На сладость. А дети болеют сахарным диабетом? Дети болеют сахарным диабетом, да. И как много у нас в Якутске? У нас в Якутии достаточно много. Ну, первый тип мы не рассматриваем, так как это тяжелая болезнь. Их каждый год становится все больше. Да, становится все больше. Сахарный диабет первого типа, опять же, там многофакторные заболевания, которые, оно тоже связано с питанием и образом жизнеродителей, родившего вот этого ребенка. То есть, если у них в каком-то моменте прошел сбой во время зачатия, во время формирования ребенка, эта болезнь может сформироваться потом, да. А сахарного диабета второго типа, это прям, это настоящая пандемия. Самая настоящая во всем мире. Да, сладость и переедание жирной вот этой быстрой едой. Быстрая еда. Мы думаем же, что только сладости, да, сахар, шоколад, конфетки, вот эти вот все карамельки. На самом деле углеводам, вот этим простым углеводам относится весь фастфуд, который вот мы привыкли видеть. Это и картошка, фри, и наггетсы, и бургеры. Это все относится к простым углеводам. Просто говоря, к сахару, который очень быстро уходит в жировые накопления. Давайте вернемся к сладким подаркам на Новый год, да. Вот вы сказали, что главная мера, да. А вот сколько можно подарить ребенку на Новый год сладких подарков? То есть, в каком размере, сколько количества должно быть? Ну, это зависит от, как говорится. Ну, килограмм конфет, если вот берем по стандартам, вот то, что у нас продается, да, килограмм конфет можно растянуть и на два месяца. Это будет правильно? Это будет правильно. То есть, маленьким детям, я вот всегда родителям советую, чтобы они вот так вот не выкладывали на стол. Это красиво, да, понимаю. Можно фотографировать. То есть, в конфетницу красивую все вот погружать не надо, да? Это всегда, да, это всегда провоцирует, ну, любого человека. Ой, лежит конфетка, ой, возьму. Ой, ага. И ребенок бегает, целый день таскает вот эти конфеты. Он просто наедается. Он по-настоящему наедается, восполняет свою норму калорий. И после этого он уже не будет кушать бабушкин суп, он не будет кушать мамины вот эти пирожки, он не будет кушать мамины стрипню, котлеты, мясо. То, что он должен кушать. Он свою норму калорий за сутки просто покроет двумя батончиками сникерс. Ну, грубо говоря, и все. И потом говорят, что ой, у нас ребенок ничего не ест. Получается, что родителям следует поступить таким образом. Получив на работе вот корпоративный подарок, пакет с конфетами, нужно его спрятать и выдавать ребенку по одной штучке в день, да? Ну да, по одной-две штучки. То есть потребность у детей в углеводах, она очень большая. Она больше, чем у нас у взрослых, потому что у них идет усиленный рост. Допустим, 10-летний ребенок в день должен потреблять около 300, где-то 350-380 грамм углеводов в сутки. То есть это очень много. То есть туда входят и макароны, и картошки, и фрукты, и овощи, и сладости. А вот вы говорили про вредные сладости. То есть мы поняли, что есть правильные сладости. Это шоколад натуральный, проверенный фабрик российский. А вот вредные, от чего категорически следует отказаться? Категорически следует отказаться от тех конфет, которые... Вот сейчас они... Я их называю химические. Вот эти вот шипучки, лопалки, которые раздражают слизистую языка. Есть же такие, да, какие-то там хлопушки, которые во рту называют как лопаются. Вот эти вот конфеты. Они потому что очень тонкую слизистую могут повредить, а потом уже ребенку может начаться какое-то воспаление языка. Ну, гласит, стоматит. Это все вот эти вот механические повреждения слизистой. У каждого человека же разный иммунитет, и это может провоцировать длительную стоматит. Поэтому вот такие конфеты лучше вообще не покупать своему ребенку. А еще к этой категории относятся... Сейчас очень много стало конфет из ближайших стран. Корейские, китайские конфетки. Да, азиатские. Азиатские, азиатские сладости, да. Во-первых, они очень странные на вкус. То есть они не сладкие, и как будто одновременно и соленые, и как будто одновременно горькие. Это тоже формирует неправильный вкус у ребенка. То есть мы же детям хотим дать самое лучшее. Самое лучшее. И надо выбирать, прям когда он маленький, лучшие продукты. А вот такие вот химические, выстроенные, где-то сделанные конфеты, они нарушают вкус ребенка. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Еще раз вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, вас также. Скажите, пожалуйста, вот это, которое вы озвучили, именно культура питья, это она, как она должна быть вообще? О культуре питья без последствий мы поговорим чуть позже, буквально через несколько минут после рекламной паузы. Сейчас мы говорим о сладких подарках на Новый год. Спасибо вам за звонок. Перезвоните несколькими минутами позже. Наталья, а вообще вот в каком возрасте следует знакомить малыша со сладостями? Не раньше трех лет. Это прям категорический возраст, которым согласны все педиатры, потому что до трех лет идет формирование зубов. Вылезают молочные зубы, и эти молочные зубы очень чувствительны именно к повреждению. То есть чем больше углеводов в рационе, тем больше сахара, тем больше сладостей. Чупа-чупсы очень сильно влияют на состояние слизистой полости рта, и в том числе получается состояние эмали. Она очень тонкая. Поэтому до трех лет сладости детям давать нельзя. Их в этом возрасте надо знакомить с основным рационом взрослого человека. То есть это должны быть фрукты, это должны быть овощи. И уже после трех можно уже попробовать дать человеку. И опять же все натуральное. Опять натуральные сладости, да. Что ж, огромное спасибо Наталье Николаевне за полезные и интересные беседы. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Всего хорошего, всего доброго и до свидания. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, через несколько минут мы поговорим о культуре питья. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Новогодние праздники, длящиеся ни одну неделю, не шуточное испытание для печени. Ведь всем очевидно, что отмечать такой волшебный повод, как приход Нового года, невозможно без веселящих напитков. А веселящие напитки имеют свойство вызывать на утро головную боль и похмелье. Как с этим бороться и как этого избежать? Об этом нам сегодня расскажет врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера, Донцент кафедры внутренних болезней и общей врачебной практики Светлана Шемякина. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Здравствуйте. Итак, для начала объясните, как происходит опьянение? Что происходит с организмом в этот момент? Ну, вы знаете, рассказывать здесь очень можно много, да? Можно сказать как бы вкратце. Опьянение начинается с самого начала, когда вы подносите рюмку к рту и прогатываете любой алкогольный напиток, независимо, лёгкий, как бы в кавычках, да, или тяжёлый спиртный напиток. Начинается всё с полости рта, то есть слизистая впитывает непосредственно алкоголь и в дальнейшем начинается процесс уже, проходит по пищеварительному тракту, попадает в печень. Все знают прекрасно, что печень – это орган, который расщепляет жиры, углеводы и так далее, ну и в том числе и алкоголь, да? И вот как раз в печени начинается самый процесс, это расщепление алкоголя. Там взаимодействуют два фермента, это алкоголь дегидогеназа и ацетальдегид. Это очень много говорит дегидогеназа, да? Одна, значит, приводит к тому, что у нас образуется в организме расщепление алкоголя и образуется вредное вещество, а вторая, геназа в кровочках, да, образует уксусную кислоту, которая выводится через организм. Ну, а также потовые железы, кожа выделяет остатки, там, 2-3% до 5% остатки алкоголя. А какие напитки быстрее вызывают опьянение? Вы знаете, вот я ещё не дорассказала, да, опьянение происходит вот как раз с самого начала, как мы берём в полость алкоголь, и постепенно расщепление происходит в печени. Но самое главное, что всё остальное происходит у нас где? В головном мозге. Да, в головном мозге. Отчего человек пьянеет? От того, что вырабатывается центр удовольствия, то есть вырабатывается вещество подобия морфина, и у человека возникает эйфория. Когда у человека возникает эйфория, ему хочется больше общаться, улыбаться. Он расслабляется. Да, конечно же, включается тормозная система, да, потому что ГАМК-система у нас там работает. Человек расслабляется, человек начинает знакомиться, танцевать, петь, да, то есть из замкнутого, например, человека, уже такой весёлый. Экстраверт. Да. У нас в студии есть телефонный звонок. Тема, думаю, очень актуальная. Перед Новым годом. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Меня зовут Владимир. Очень приятно. С наступающим вас. Вас также с наступающим. И ваш вопрос. Ну, не вопрос. Я вообще проходил реабилитацию в наркологическом диспансере, в реабилитационном отделении. И сейчас я являюсь сотрудником этого же Наркологического отделения. То есть, меня эта реабилитация помогла. То есть, я раньше употреблял, был зависимым человеком. Вот. И хочу вообще поблагодарить реабилитацию, то, что в Якутии именно помогает, да, что я долгое время искал. Употреблял я 12 лет. Зоупотреблял. И вот то, что есть выход вообще, что больше людей знали об этом. Спасибо. А скажите, пожалуйста, а на Новый год вы употребляете? На Новый год нет. Ни капельки, даже шампанского, да? Да. Как говорите, даже шампанского. Да, вообще именно отказался вообще от алкоголя. То есть, я считаю, что это, ну, ни на какие праздники, именно, ну, как мне, зависимому человеку, ну, это недопустимо. Это у меня как аллергия, да? Допустим, есть люди, которые имеют аллергии, или, допустим, у кого там сахарный диабет, да? То есть, они ограничивают себя. Какие-то продукты ограничивают себя, да? Да, они ограничивают себя. То же самое, как и мне, как и зависимому человеку. Я считаю, что, ну, так же, мне пришло бы жить счастливо, наслаждаться жизнью, да, хорошо встречать Новый год. Считаю, что именно вот необходимо отказаться от алкоголя. Спасибо вам огромное за звонок. Желаем вам всего доброго, всего хорошего в Новом году и здоровья, конечно же. Хороший звонок, Наталья Сергеевна, да? Да, очень хороший звонок. И я как нарколог его поддерживаю. Вообще, мои слова должны были начаться не только здравствуйте, а с элементарных вещей, потому что сказать людям, что самый лучший напиток – это водичка. И любой праздник можно провести без алкоголя. Конечно, потому что, как нарколог, я даже не имею права по-хорошему советовать, что пить, какой напиток пить. Да, я рассказываю последствия. Я рассказала вкратце об опьянении, а теперь вкратце затронем и похмелье, да, постепенно. Вот вы спросили, какой напиток. Без разницы, какой напиток вы употребляете, это зависит от того, женщина это или мужчина, какой национальности, потому что у каждого свой ген играет свою роль. Это играет роль полный вы или худой даже, да? Вес, да? Да, конечно, весовая категория. Далее, конечно, крепкий напиток или лёгкий напиток. Очень многие запивают напиток, думая, что они расщепляют там или запивая алкоголь, разбавляют. Но на самом деле, разбавляя любой алкоголь, крепкий или не крепкий, на самом деле, они не делают его лучше и качественнее. Всё равно это опьянение будет. Человек для чего выпивает? Для того, чтобы опьянеть, правильно? И поэтому без разницы, что он выпьет рюмку водки или бокал вина. Кто-то от одного бокала может опьянеть, понимаете? И в любом случае мы вот подходим к тому, что я сказала о похмелье. Всё равно похмелье оно будет, сколько бы вы не выпили. То есть кто-то выпьет два бокала, или говорит, я же выпил бутылку вина, ничего страшного. Но на самом деле на утро встаёт, и что у него? Сухость во рту, может быть головная боль, тошнота, да? Какие-то неприятные ощущения, потому что организм ваш не справился, потому что печень ваша не справилась. То есть накопление алкоголя произошло, а расщепление не успело. То есть расщепиться алкоголь не успел. И, конечно же, наступает похмельный синдром, лепстинентный синдром, синдром отмены. Когда организм хочет банкета продолжать, а вы уже не можете по каким-либо причинам. Вот. Светлана Сагина, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, я бы хотел спросить у нарколога, скажите, пожалуйста, вот культура питья, это для вас что? Если сравнить с западными странами, и ещё второй вопрос у меня, как вы относитесь к национальным напиткам, кумыс, бышпах? Спасибо. Спасибо вам за звонок. Да, спасибо большое. Да, есть такое понятие в западных странах, особенно в тех странах, которые производят вот вина, шампанское, коньяк, ну, Франция, например, Италия, у них есть якобы культура питья. У нас она есть или нет? Вы знаете, я вообще отношусь к тому словосочетанию культура питья совершенно отрицательное, потому что как такового культуры питья не бывает. Я понимаю, что, например, есть люди такие, как грузин, да, которые пьют красное вино. Вы понимаете, у них заложено это с самого детства, это генетические какие-то изменения есть. В России нет культуры питья, и оно не должно быть, понимаете? Потому что последствия не очень хорошие. Я, например, отношусь к этому совершенно негативно вообще, к употреблению алкоголя вообще и к культуре питья. Но нет у нас культуры питья, но не умеют люди выпивать, понимаете? Не умеют. Вот после праздников это особо, очень особенно видно хорошо. Когда переполнен стационар, когда все хотят снять интоксикацию и поступают по скорой помощи, не дай бог, в алкогольном психозе. В новогодние праздники? Конечно, в новогодние праздники. Наш любимый САХ. 8 марта, 23 февраля. Для всех это праздники, но для наркологов это... И повод выпить. Да, для наркологов это очень большая работа, да. И второй вопрос... Про выпах. Да. Вы знаете, я не могу сказать, я ни разу не пробовала, вообще ни разу в жизни не пробовала, я не могу сказать, что не пейте, да. Но я знаю точно, что вот несколько пациентов приходили, приходят к нам на посещение, беседуют с психологом, с наркологом, рассказывая там, они должны посещать, да, так как они стоят на диспансерном или профилактическом наблюдении. И очень многие приходят с запахом. Чувствуешь запах, что это не алкоголь, там, не спирт, не водка, не коньяк, там, не пиво, а какой-то такой... Другой. Да, другой запах. И вот я говорю, почему вы пришли в алкогольном опьянении? Ну, я же быпах пил, там, аликумус. Но, тем не менее, он же содержит спирт. То есть вы пришли к наркологу, вы вообще как бы этого употреблять не должны. Если вы выпили дома, да, самое главное, ну, не выходите вы на улицу, не садитесь вы за руль. Ну, я понимаю, что от этого никто не откажется, так же, как от праздника, правильно? Всё равно будут люди, даже вот после нашей передачи, скажут, ой, она, наверное, сама-то там пьёт, ну, очень много, очень часто так бывает, да, или там у неё, нет, я вот не пью, у меня в семье моей никто не пьёт, вот в данной моей семье сейчас никто не пьёт. И мы прекрасно справляем праздник, вообще прекрасно. Вам весело, безумно. Да, Новый год вообще, я считаю, что это детский праздник. Это праздник для детей, Дед Мороз к ним приходит, не к нам. Мы должны обеспечить своим детям приход Деда Мороза. Волшебства. Волшебства, да, которое мы ждали в детстве. У нас в студии снова звонок, добрый день, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. С наступающим. С наступающим вас тоже. Говорите. А, вот насчёт, по поводу культура прикипитья. Вот культура прикипитья, такого понятия нет уже. Вот не могут нормально объяснить наркологи, кто именно требует, чтобы наши жители и наши родные, друзья, родственники поняли, что алкоголь это зло. В странах, где употребляют алкогольные напитки из винограда, в основном же они заменяют место заварки. Это у них не алкогольные напитки, а как бы, чтобы вода долго сохранялась. И издревле они использовали именно винные, то есть виноградные соки или вот это в виде вина, как место заварки. То есть вы имеете в виду, там есть культура питья? Нет, там не питьё, это заварка же. Чай появился в Индии или в Китае, да, в Азии. А в Европе в древности не было чая, и по этому месту чая они использовали вот и вина. Они не употребляют вот это вина, чтобы опьянеть, а для того, чтобы сохранить свойство воды, чтобы она долго... Тот же ром, допустим, у нас же в массовой культуре всегда мы считаем, что матросы, моряки, они употребляют вот ром, как алкогольный напиток. В действительности они вот когда плавали далеко, они вот использовали ром для сохранения воды, чтобы там она как бы не испортилась. И поэтому у них как бы отношение к винам не как алкогольному напитку, а именно для добавка для воды. Спасибо, да. И поэтому где-то понятно, вот понятие как культура питья. Спасибо вам за звонок, мы вас поняли. Светлана Сергеевна, вы согласны? Да, конечно, очень даже согласна. Что ж, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Я подготовила много вопросов, но совершенно не успели ответить на них. Ну, я думаю, что в другой раз мы встретимся и поговорим об этом. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Добрый день. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Некоторые считают Новый год семейным праздником и предпочитают встречать его в окружении нескольких поколений родственников. Для кого-то торжество ассоциируется с шумными вечеринками в кругу друзей или в клубах и ресторанах. Но так или иначе, Новый год принято отмечать в коллективе. Но отпраздновать и в одиночестве можно так, что потом об этом будет радостно и приятно вспоминать. Если идея вам кажется сомнительной, вот несколько советов, которые, возможно, изменят ваши отношения. А советы сегодня дает психолог Надежда Васильева. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, так что звоните и задавайте вопросы. Надежда, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Добрый день. С наступающим всех. Так, есть ли человеку не с кем отпраздновать? Это воспринимается, как правило, как нечто очень грустное. Люди причем ищут кого-то, чтобы встретить вместе с ним Новый год, причем неважно кого. Вот такой подход, он правильный или нет, как вы считаете? Традиционно у нас, конечно, принято все праздники отмечать с кем-то, с друзьями, на работе корпоративы, семейные праздники. И Новый год, он считается как семейный праздник. Но иногда в жизни бывают такие ситуации, когда по каким-то причинам мы не можем быть с кем-то и остаемся одни. И здесь важно собственное отношение к этому. Ну, например, я знаю, что некоторые люди, которые не могут себе позволить одиночество, например, многодетные мамы, люди там из больших семей, они бы прямо, может быть, и мечтали бы, чтобы никто их не дергал, чтобы делать то, что им хочется, но чтобы спокойно как-то провести, а не вот так вот в суете, в суматохе и в постоянном. То есть, с одной стороны, это веселье, с другой стороны, конечно, любое состояние, и когда ты один, и когда вас много, имеет свои плюсы и минусы. И вот сегодня давайте поговорим о том, какие же есть преимущества в том, чтобы быть одному. Надежда, я буду вам читать ситуации разных людей, которые отмечали Новый год в одиночку, а вы, пожалуйста, комментируйте. Я думаю, что вот эти ситуации, они все плюсовые. Несколько лет назад я решила устроить себе экспириенс, отпраздновать Новый год в одиночестве в другом городе. Звучит, наверное, странно, но мне понравилось. Я уехала на все новогодние праздники в Москву и делала только то, что я хочу. Это плюс. Вообще замечательно. У нас есть такой страх одиночества. Нам кажется, что если человек один, он какой-то бедный, несчастный, брошенный, и срочно надо его жалеть и спасать. Если у вас у самого такое отношение к семье, если один – это плохо, и я всячески пытаюсь избегать одиночества, хватаюсь за любого первого встречного, лишь бы не быть одному, это вообще какое-то детское поведение от того, что ребенок один реально не может выжить. А взрослый человек даже может прекрасно проводить время, вот как в этом вопросе. И это вопрос выбора. Если я считаю, что я этого хочу, и мне от этого будет хорошо, то можно найти разные способы того, как провести Новый год в одиночестве и при этом очень даже хорошо повеселиться. Вы правильно сказали, что все зависит от отношения к этому, к этой ситуации. И здесь, наверное, уже нужно относиться как к эксперименту, а не как к наказанию. Следующая ситуация. Когда вместе собирается много людей, приходится о чем-то договариваться, искать компромиссы. Один хочет оливье с яблоком, другой без, третий вообще хочет другой салат, кто-то любит смотреть Иронию Судьбы, другой Гарри Поттера. А когда вы один, только ваше мнение имеет значение. Это огромное преимущество, то есть когда ты один, тебе не надо никому угождать, и ты можешь готовить именно то, что любишь ты. Ты можешь там делать то, что хочется тебе. Ты можешь смотреть такие фильмы, там не вырывая ни у кого пульт. Или там на ютубе, в интернете. В общем, у тебя есть полная свобода воли делать то, что хочется тебе именно одному. Так, следующая ситуация. Два года назад было лень собирать друзей самой, идти кому-то тоже желания не было. Решила провести праздник одна. Было немного непривычно и грустно в начале. Но потом подумала, что от меня зависит, что только от меня зависит мое настроение, и я могу делать все, что хочу. И я сама смогу сделать этот праздник. Час отмокала в ванной, надела платье, купила вкусный сыр, хорошую шоколадку, посмотрела на ютуб, старые песни о главном, пела, танцевала, и писала свои цели и желания на будущий год. А потом пошла спать. Это был один из самых лучших новых годов. То есть можно сидеть и страдать от того, что я один и никому не нужный, а можно сделать себе прямо план, программу, чек-лист, по которому проводить этот Новый год. И туда записать все свои желания, которые вы откладывали, может быть, которые не позволяли, может быть, в течение года. А здесь, в этот вечер, у вас есть замечательная возможность побыть самим собой и удовлетворить все ваши самые смелые желания переодеваться, например, во что вы хотите, принимать ванну, душ, хоть галушом ходить. Все, что угодно, на что у вас хватит фантазии, все это в одиночестве можно реализовать прекрасно. И потом нужно учитывать же, что сегодня у нас такой современный техногенный век, можно позвонить по видеочату кому-то, своим друзьям, родственникам, и получается, как будто ты не один. То есть если вы хотите с кем-то пообщаться, оказывается, есть специальные группы встреч и в Zoom одинокие люди собираются и вместе отмечают Новый год. Еще есть замечательная традиция, у нас же мир огромный и много часовых поясов, и можно, оказывается, наблюдать, каждый час смотреть, как в какой-то стране люди собираются на площадях, где у них позволяют климатические условия, и смотреть, и ты можешь вообще целый день отмечать этот Новый год вместе с другими людьми и чувствовать такое же единение, и ты не один будешь. Так, еще одна ситуация. Я несколько раз отмечала Новый год одна. Первый раз это было перед 19-м годом. Не помню, почему так вышло, но я накупила себе разные любимые еды, болтала с родителями и друзьями по телефону, смотрела реальную любовь и спать легла в час ночи. Самый кайф в этом просыпаться 1 января утром. Завтракать неспешно, понимать, что ты дома, голова не болит, можно продолжать классно отдыхать. Это отсылка к нашим предыдущим разговорам. Голова не болит. В общем, выбор, или ты страдаешь от того, что ты один, или ты максимально получаешь от этого удовольствие и заполняешь своё время, как тут кто-то уже сказал, что я сам определяю, выбираю, мне радоваться это или нет. И это зависит только от меня. Я устрою себе волшебный праздник или это будет какой-то грустный и несчастный праздник. А я вот знаю, например, нескольких людей, которые вот когда услышав, что определённый человек отмечает Новый год один и на протяжении, допустим, какого-то времени, каждый год, и такая реакция, ну то есть жалость. Жалеет, да. Как вот относиться к таким людям, которые вот жалеют? Ну как так можно отмечать Новый год один? Да, мы всегда пытаемся, ну смотрим со своей колокольни и то, что для нас хорошо, вот эту же мерку, вот эту же линейку пытаемся применить другим людям. Люди все разные, есть люди-экстраверты, которые любят весёлые и шумные компании, быть в центре внимания и для них быть одному это действительно как наказание какое-то. А есть люди-интроверты, которые вообще не любят там постоянно быть в общении, постоянно контактировать с людьми, для них это очень энергозатратно и им как раз таки очень хорошо самими собой в одиночестве и заниматься теми вещами, которые они сами хотят. И таких людей не надо жалеть, это его потребность и он в этом не несчастный, а наоборот он даже очень может быть счастливым в своём одиночестве. А какие советы, какие рекомендации вы можете дать как психолог, который останется завтра, получается, в завтрашнюю ночь один, ну, в первый раз и из-за этого пребывая в таком достаточно грустном настроении? Сделать себе программу, что я хочу, как я хочу себя порадовать, от чего я хочу получить удовольствие, какой у меня будет стол, хочу ли я нарядиться или я хочу быть в пижаме, например, хочу ли я с кем-то по видеосвязи быть или я вообще не хочу ни с кем общаться и это будет мой день, я буду там медитировать, заниматься йогой, я буду там вспоминать итоги года, подводить, составлять планы, карты желания на следующий год. В общем, всё, что угодно, если ты сам не можешь придумать, ты можешь обратиться, пожалуйста, в сеть, загуглить и как и другие люди в одиночестве, например, отмечают, взять какие-то идеи оттуда, ну, в общем, в полной мере раскрыть своё и воображение, и творческие способности, креативное мышление и наполнить этот день максимально какими-то приятными событиями для тебя, чтобы это был, вот как здесь уже говорилось, что даже лучший Новый год в жизни. Ну, как эксперимент, да, действительно, иногда стоит это попробовать и это неплохо может быть. А вот ещё один момент, да, мне кажется, что вот с такими ситуациями проще и легче справляются женщины. Вот не зря вот здесь вот все ситуации, это были все от дам. Да. А вот мужчинам как с этим? Мужчинам, мне кажется, сложнее с этим бороться. С одиночеством? С одиночеством. И в такой вот праздник. Семейный праздник, коллективный праздник. Ну, я не знаю, насколько может быть вообще есть гендерная разница того, как переносит одиночество женщины или мужчины, да. Может, мужчины просто мало об этом говорят? Нет? Они вообще об эмоциях, обсуждать вот чувства, там, говорить по душам для мужчин это не очень свойственно, у них нет такой потребности. А вот женщины, они это прямо дело очень любят, физиологически, психологически. У нас головной мозг так устроен, что мы очень эмоциональные и мы любим переживать, мы любим говорить о своих переживаниях, мы любим сочувствовать, сопереживать. И поэтому, может быть, вот именно женщины об этом пишут, да, и они свой опыт там делятся с этим, рассказывают. А мужчина, может, тоже самое переживает, но они как-то не считают, да, нужным этим делиться и как-то вот, ну, или убеждать других людей, или вызывать там сочувствие, сострадание, или там поддержку. Ну, просто они это пережили и пережили, и это остаётся с ними внутри. Ну, в этом случае вы что советуете мужчинам? Мне кажется, надо высказаться. Ну, вообще, не важно, мужчина вы или женщина, да, может, там, другой какой-то был, третий, средний, это вообще не важно. Важно, как вы к этому празднику относитесь, да, и как вы его хотите провести. А некоторые говорят, ну, что это обычный день, что это просто там обычная ночь, можно провести его совершенно обычно и тоже не страдать по этому поводу. Пораньше лечь спать и проснуться утром, как ни в чём не бывало. И, друзья, не забывайте, что Новый год это не просто ночь с 31 декабря на 1 января, это длинные праздники, когда можно встретиться с друзьями, с родственниками с 1 по 9 января. Огромное спасибо вам за полезную информацию. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. И вас, дорогие друзья, тоже с наступающим Новым годом. Пусть у вас всё будет хорошо. И самое главное, здоровья вам, берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова